Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире, как мы анонсировали. Лидер списка нового единства Вионис Керсис у нас в студии. Добрый день. Добрый. Да, во-первых, наверное, поздравляю вас с успехом, с хорошим выступлением на этих выборах. Но не могу и не спросить, может быть, как вы, ваши коллеги по новому единству, оценивают, ну, весьма действительно низкая была явка, 40%. Давно такого, наверное, не было. Чем вы сами объясняете, потому что вроде все возможности были. Три дня предварительного голосования, основной день, голосовый на любом участке, все-таки люди не пришли. Ну, я думаю, главный пункт все-таки видно и по результатам согласия. Я думаю, что все-таки избиратель не удовлетворен в том, что происходило последние годы Рыжской Думы. И избиратель тоже это видит на улице, инфраструктуру, там, мосты, не знаю, там, Брасос, Даглавы и так далее. Заметан и так далее. Да, да, он неудовлетворен. Любой мост можно взять. Ну, да, вообще-то любой можно взять. И он, я думаю, что решил, что он за согласие не хочет уже поддержать, а других, наверное, тоже нет. Бурова тоже там уже был где-то рядом со всем этим годского потрыгой и так далее. Ну, я думаю, что это самый главный аспект. Ну, и может быть, немножко, конечно, там, лето, может быть, немножко для кого-то вирус, ковид и так далее. Ну, я думаю, что такое самое основное, все-таки это первый пункт. Значит ли это, что, ну, при всем том, что вы сказали, что все-таки вот такое, как мы привыкли, такое этническое голосование на сей раз не сработало, и люди голосовали. Нет, мы понимаем, что там русский союз прошел, там и партия Бурова, и согласие, но, тем не менее, кажется ли вам, что все-таки уже на муниципальных выборах люди не так вот голосуют по этому этническому признаку, как было раньше? Я думаю, что меньше. Я думаю, что тот, ну, самый Буров, наверное, собрал, не знаю, там, половину на половину, скажем, голосов. Даже так, да? Ну, примерно. И я думаю, что тоже от Истрибопар прогрессивный, тоже какую-то часть русскоговорящих взяли и, ну, с обе стороны, тоже ладышей. Ну, а так, я думаю, что все-таки, ну, какая-то, все-таки, как не хочется бы это осознать, но все-таки какая-то остается. Иначе бы, я думаю, что те, которые не хотели поддержать согласие, они бы проголосовали за кого-то другого, да. Ну, я думаю, что это, как бы, это, все-таки это разделение какой-то мере остается, ну, надо работать, чтобы на будущее... Такого не было, да? Да, ну, смотря все-таки по прогрессивным, и я, то есть, и Буров, они, как бы, тоже, они сами оценивают, что 15% их избирателей были русскоговорящие. Да. Если мы вообще говорим о том, что, конечно, предстоит делать в Рижской думе, вот вы уже упомянули мосты, дороги, все-таки вы работали в оппозиции, правда, вот в прошлой Рижской думе. А почему так, на ваш взгляд, произошло? Потому что, ну, с одной стороны, вроде там школы ремонтировались, там детские сады, неправильные приоритеты, или просто не могли освоить даже те средства, которые были? Почему так произошло вообще? Я думаю, что номер один, конечно, приоритеты были другие, да, деньги тратили, ну, тоже нужные дела, но наверняка все-таки, если у тебя мост закрыт, ты на другие нужные дела не можешь... Сделать, может, не можешь даже проехать, да? Да, вот именно. То есть, приоритеты все-таки нужно было расставлять чуть-чуть иначе, да? Это один пункт, а другой, ну, все-таки, ну, что там, ну, как бы, говорить, что все-таки было такое противостояние правительству, и правительство, ну, не было, если бы Ушаков старался бы пойти в правительство и найти общий язык, и договориться о каких-то европейских деньгах, больше, да, инфраструктура, ну, было бы иначе, но он все-таки, я думаю, что слишком вышел на такое противостояние, и те проекты, где были европейские деньги, например, тот же самый Европа дала 112 миллионов на развитие общественного транспорта, и согласие, и госкалпатрига решила, что трамвай надо не в Пурциямс, где люди живут много, а, например, с Канста, и в конце дня все равно оказалось, что там коррупционная схема, ну, и это, то учреждение, которое давало деньги, пришлось отобрать, ну, там же, это же самый Салу Тилт, например, тоже на европейские деньги сейчас реконструируется, ну, как бы, там все идет вперед, но тоже там был скандал коррупционный, ну, я бы сказал, ну... Скандалов было много, я так понимаю, что это же было предложение Явну Вену, ты бы, да, все-таки создать такой антикоррупционный комитет или комиссию, вот во время сейчас переговоров, да, по коалиции? Да, мы предложили, но, как бы, перед выборами наши партнеры, как бы, были более позитивными к этому, ну, сейчас считают, что, может быть, все-таки надо улучшить работу того, друшей в карты, в спред коррупции, из комитета, ну, как это... Да, комитет, да, по безопасности и противодействию коррупции. Да, вот именно. Как вам кажется, еще дальше будут какие-то расследования тоже продолжаться, вот, вокруг, вот, не знаю, предыдущих дел Рижской думы? Ну, да, я, конечно, те, которые дела есть, они идут в свой ход, не ошибаюсь, что уже был такой центральный, Риггс-центральный был такой Абрамов, и у него, по-моему, уже есть какой-то, есть уже этот, ну, отсюда, вторая, ну, Лаймус, ну, решение отсюда есть. И, если правильно понимаю, то после вчера началось дело рассматриваться в суде по Риггс-напару, однако, кстати, там эффективные... Занят трудоустройства, да. Да, да, ну, там дела пойдут вперед, я думаю, и, может быть, тоже начнем работать, и, не знаю, может быть, что-то еще найдется. Вы уже упомянули Риггс-напару, Павел, я думаю, это чаще всего у вас жители тоже спрашивали, когда вы тоже с ними встречались, что вообще можно делать, потому что были разные предложения, начиная от Совета аудиторов чуть ли не продать его, другие говорят, что нужно реформировать, там, не знаю, больше власти отдать вот там на места вот в эти районные вот эти вот участки. И вот как вы вообще видите, что делать с этим самым большим таким вот домоуправлением? Да, я думаю, что продавать нельзя никак, потому что, ну, если придет какой-то, ну, там, не знаю... Инвестор, да? Покупит какой-то, например, литовцы, они не будут так, в первой степени, они будут думать о своем прибыли, а там, не о жителе. И там, ну, довольно много проблем накопилось за все это время. Я думаю, что надо привести порядок это предприятие, во-первых, ну, чтобы работало, чтобы там качественный сервис был, чтобы сметы не были перевещены и так далее. А что хорошо для Рикс-Напарвел, однако, то, что примерно, ну, там, 90% из всех домов, которые находятся под Рикс-Напарвел, они, ну, считаются еще не до конца приватизированы. И у них немножко другая процедура, как принимается решение. Например, там, поменять какие-то вещи можно таким образом, что Рикс-Напарвел это предлагает жителям делать. И жителям, если они не хотят этого, то им надо собраться 50% плюс 1 и сказать, что они не хотят. А если они не собирают, ну, нет такого решения, то можно делать этой работы вперед. И если это происходит качественно и по нормальной цене, то мы можем продвигаться вперед. Иначе сейчас там в тех домах, которые нету под Рикс-Напарвел, они должны сами брать на себя инициативу, набрать 51%, и тогда они только могут продвигаться. Ну, и будем откровенны, что это принятие решения, это самая большая проблема, чтобы, ну, как бы, улучшить жительный фонд. Да, вот я так понимаю, что еще, наверное, проблема будет, но это надо будет решать, конечно, с утеплением домов, потому что мы понимаем, что большая часть вот жилого фонда, это построено в советское время, им 40, 50 и более лет, да? Вот именно, и тут, как в этом моменте как раз кончились европейские деньги, но они, я уверен, что они будут, там, через год, через два, в следующем периоде европейского этого планирования денег будет, но надо, конечно, быть готовыми их и взять, и действительно, да. Ну, я, перед выборами у нас был зеленые крестьяне, и говорили, что там дома рушатся и так далее, ну, это перевеличение, да. Я работал когда-то в Министерстве экономики, мы делали такой, ну... Аудит в свои выводе, да? Да, 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 и там было, что у советских домов, там, отличается по сериям, в принципе, главной конструкции 125 лет может продержаться, если хорошо их, ну, как бы... Содержать. Содержать, да. Я вижу, у нас есть звонки, одевайте, пожалуйста, наушники, будем принимать и звонки наших радиослушателей. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел спросить, вы в своей предварительной кампании очень рассказывали, что будете вот наводить порядок нам у Парвел в Мексике. Вот уточните, там, вы будете менять правление, и если выясните, что там какие-то нарушения, будете ли в полицию на них писать? Вот как вы планируете это вот наводить порядок? И второй вопрос. Какие сферы влияния вы планируете вот взять на себя? Какие комитеты, вот как явно венут, либо вы хотите как бы управлять какими комитетами? Спасибо. Спасибо большое. По второму вопросу, я так понимаю, переговоры все впереди, да, видимо? Да, переговоры впереди, ну, да, но мне как человеку, экономисту, конечно, интереснее какие-то вопросы развития, там, привлечения инвестиций, транспорт, может быть, даже. Ну, это только мои приоритеты, ну, как там, и других партий тоже эти вопросы очень интересуют, и как там, ну, будет разделяться, ну, еще рано говорить. А про первый вопрос. Ну, тут, как бы, я надеюсь, что кончились те времена, когда политики, можно составлять совет предприятия, например, их напарванных каких-то своих людей. И это и было, я бы сказал, главной проблемой, что предыдущая власть, они ставили там людей, которые лояльны партии, но не очень-то профессиональны. И поэтому мы, ну, парванных там, где он есть. И это, я бы сказал, номер один, то, что политики сейчас новая власть не должна сама там кого-то ставить. Есть, поменялся, поменялся закон, что сейчас исполнительный директор, он держит эти... Доли капитала, да. Доли капитала во всех предприятиях, и он независимой комиссии отбирает рабочих этих советов по профессиональным критериям. Ну, во-первых, нам надо очень профессиональный совет там, потому что от этого начинается, если у... Совет, который надзирает за правлением. Вот именно, вот именно, и это пункт номер один. Ну, там дальше, как они решат, с какой стороны браться, но из того, что я вижу, ну, конечно, там систему надо... Ну, там очень много вещей, что надо делать, какую-то современную систему, оптимизировать какие-то затраты. И, ну, там, ну, наверное, будет... Долго надо говорить, с какой стороны браться, ну, потому что Рикс на Пауэрлодный по таким, ну, этой социологии, самый нелюбимый предприятие в Риге, да. Он оценивается от жителей ниже всех предприятий. Да, это правда. Вот, конечно, сейчас, наверное, большая ответственность сложится на исполнительного директора, поскольку вот вы уже упоминали эти доли капитала в этих предприятиях муниципальных. Я так понимаю, что вы говорили публично после выборов, что вот госпожа залп, которая должна уйти, и в связи с этим возникли, я так понимаю, определенные, не знаю, противоречия внутри будущей коалиции, потому что одни считают, что, а вроде она уйдет, а кто же будет исполнять обязанности, потому что если объявлят конкурс, на это же уйдет тоже 2-3-4 месяца. Как вообще вам это видится? Ну, во-первых, как бы государственные власти, все предусмотрено. Если кто-то, не знаю, в отпуске или заболел, или уходит от работы, то есть на каждый пост заместитель. Если мы смотрим на исполнительного директора, если он не может работать, то его может заместить любой председатель или руководитель департамента из центрального аппарата. Это либо главный за секретариата, либо директор юридического департамента, и кто-то там, третий сейчас… Или финансовый, допустим, департамент. Можно и поставить… То есть, в принципе, есть варианты, да? Да, да. И это, ну, сколько придется времени, чтобы этот конкурс сделать? Ну, не знаю, там, наверное, 2-3 месяца, но это не на годы или дольше, да. Это должно быть быстро, но за это время как-то справиться с этим. Ну, а вы считаете, что все равно, вот господа залпы, это стоит все-таки поменять, да? Ну, это была проблема, ну, если мы смотрим так назад, что наши, ну, как бы, ну, коллеги от Согласия и Готского Патрига, они поставили на всех постах партийских людей непрофессиональных. И поэтому есть проблемы и в центре «Алтыргус», и с «Атексом», и «Риксном Парронекс», да? И если мы хотим поменять все к лучшему, ну, нам надо, чтобы всеми предприятиями Риги все-таки руководил не партийский человек, который может сохранить какой-то нейтралитет по каким-то, не знаю, политическим привилегиям и так далее. Да, вот говоря о переговорах, я так понимаю, что еще основные переговоры впереди. Что касается, вот, постов вице-мэров, я так понимаю, что у нового единства вы претендуете тоже на то, чтобы, к примеру, вы были одним из заместителей председателя Думы. Ну, наверняка, если, как бы, перед выборами соревновался за позицию мэра, за пост мэра, ну, как бы, получил второе место, если по коалиции смотреть, ну, тогда второе место, да, так что ответ «да». Да, еще говоря вообще о работе Рижской Думы, все-таки, как мы знаем, сейчас прозвучала такая информация со стороны правительства о перераспределении вот этих средств бюджетных, которые пойдут в самоправление, предложено все-таки 75% от подоходного налога населения и самоправления, раньше было 80%, и вот эти 5% в том числе можно будет направить на зарплаты и медикам, и педагогам. С одной стороны, вроде это логично, но мы знаем реакцию самоправления, и многих, которые говорят о том, а как же мы сможем все свои эти функции реализовать. Для Риги, видимо, это тоже будет определенной потерей, кто-то называет 40 миллионов, кто-то больше. Вот как вы это видите, будете ли вы просить своих коллег в правительстве все-таки оставить 80% самоправления? Ну, еще разговор об этом будет, это я вижу проблему в этом, но чтобы быть честным, и мы же на Риге, ну, Риге же тоже, Риге важно, чтобы была хорошая система медицины и образования, чтобы учители и медицинские встречи, и врачи получали нормальные зарплаты. Так что это, ну, как бы не только минус в этом, и есть, конечно, плюс. То, что правительство предлагает, наоборот, предлагает денег для инвестиций даже больше, чем этот ущерб. Так что, если хорошо играть с цифрами и бюджетом, то предыдущие деньги, которые тратились с бюджета на инвестиции, если их заместить европейскими или с этих, ну, есть такой фонд по восстановлению экономики. Да, в свете вот COVID-19. Вот именно, он такой более, более такой флексиблик, ну, такой... Да, гибкий можно так делать. Да, 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 более гибкий. Ну, вот, если хорошо поработать с этим и заместить, то можно и получить от этого даже выйти плюсом. Но, конечно, с одной стороны, легче работать, если у тебя бюджетные деньги, которые никак не намечены, куда их надо тратить, и ты там делаешь как угодно, да. Ну, я вижу, что в конце дня это может быть даже позитивно. И если экономика будет расти, мы как-то справимся с этим COVID-спадом, да, то, не знаю, на следующий год уже будет, ну, как бы это... Яма уже не будет. Еще есть одна позиция в бюджете следующего года – это долг Рига Сатексме. Да. Если правильно помню, 25 миллионов. Что-то такое, да. Да, в бюджете бы уже намечены. И кажется, что Рига Сатексме удалось перебудить этот Еростат, что этот долг можно не засчитать как правительственный, и тогда мы можем на следующий год эти 25 миллионов для Риги сохранить. Вилан Искерсис, на студии. Привемся ненадолго, короткий перерыв. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, еще раз добрый день. Новоизбранные депутаты от нового единства. Вилан Искерсис у нас в студии. Да, вот мы в перерыве говорили о тех проблемах или тех вызовах, которые стоят перед Новой Рижской думой. Но вот один из таких, наверное, вызовов, я думаю, что во время предвыданной кампании вам тоже, наверное, приходилось отвечать. Вот с одной стороны, многие жители жалуются, что негде припарковать машину. Мы знаем, что у многих микрорайонов, даже если ты хочешь где-то поставить на платной стоянке, у тебя нет такой возможности, нет рядом, допустим, платных стоянок. И мы видим, что творится во дворах. Оперативный транспорт не может подъехать. Вот мамочки с колясками говорят, что мы не можем пройти. А с другой стороны, куда-то машину надо ставить. У многих даже на семью не одна машина, а две. Вот что делать, как это решить, есть ли у вас какие-то варианты вообще? Да, ну это очень трудный вопрос. Потому что большинство случаев этот, ну как бы, ну как сад, двор, он же принадлежит жителям. Да, как бы они считаются хозяевами за это. И тут самоуправление, ну им, ну она даже не может там свои деньги инвестировать, да. И то, что Ушаков сделал хорошо, он каких-то этих дворов уже отремонтировал, да. Но они были те, где земля принадлежала самоуправлению, да. Он тоже такой личный, частный двор все равно не пошел. Ну что надо? Ну я вижу, что надо создать программу, от которой можно софинансировать эти инвестиции. Ну и дальше, дальше, ну тогда пойти тот путь. Мы говорили о РИКСНОПОРОНЕКС, если эта дома принадлежит РИКСНОПОРОНЕКСу, ну не принадлежит, они как бы занимаются обслуживанием. Обслуживание, да. И эта земля под домом тоже принадлежит этому дому. Ну тогда с помощью этого софинансирования, ну все-таки делать. Ну мне нравится, как Валмеры решено, они тоже софинансируют 50% от инвестиций. Если дом утеплен, у них такое условие, сначала отремонтируй дом, и тогда мы тебе поможем с двором. Ну там есть всякие, они как бы немножко расширяют эти проезды, и какой-то там метр, полтора или два оставят как бы рядом, где можно тоже поставить машины и проехать. Ну думаю, что это, конечно, актуальный и трудный вопрос. Ну его надо там, ну как бы, целесообразно делать, делать и говорить с жителями. Да, это еще большая проблема, потому что мы знаем, что очень много квартир или жители уехали, сдали, да, или вообще пустуют, то есть есть проблемы с этим, да. Ну вот именно, вот поэтому и тот регулирование юридическое, где у тех, которые не приватизированы до конца домов, там есть какие-то способы играть с этим. Ну мы перед этим уже говорили. Да, вот я думаю, наши радиослушатели тоже помнят, что вы в прошлой думе были в оппозиции, но в такой, я бы сказал, активной оппозиции, потому что вы часто выступали, и обращая внимание на те иные проблемы, не всегда это так, мягко говоря, к вам прислушивались, те, кто вот были у власти, и нет ли желания, ну по-человечески, не знаю, как кто-то считает, отомстить, да, вот теперь вы будете у власти, теперь те, кто были в оппозиции, у правящей королиции, окажутся в оппозиции, или наоборот, у вас есть какой-то план каким-то образом вовлекать в работу и оппозицию тоже? Нет, мне нет плана отомстить кому-то, я, ну да, я бы сказал, я думаю, что это была одна из больших ошибок Ушакова и предыдущей власти, что они так, ну так очень твердо, да, ну как вообще даже логические идеи не брали, они даже вели себя очень так грубо, я бы сказал, да, ну не нужно грубо, скажем так, грубо это еще не проблема, и с другой стороны, и поэтому это вызвало тоже такое больше эмоций. То есть вместо диалога было вот такое жесткое противостояние, да? Вот именно, ну я думаю, что это ни к чему не ведет, это точно рижанинам на благо не идет, я на своей работе, я буду готов поддержать, если есть стороны оппозиции, хорошие идеи, например, господин Буров, он, ну ладно, он с годского потроига, но все-таки у него, он человек, который... Большой опыт имеет все-таки? Имеет, да, и стоит выслушать, что он говорит иногда, ну часто, я бы сказал. Тем более, я так понимаю, что когда он руководил комитетом, все-таки он пытался с оппозицией, ну, сотрудничать, насколько это возможно, да? Да, вот именно он был такой, если можно выразиться, эмоционально интеллигентный, да, Ну, напротив, Ушакой был такой твердый, да, и Баранник тоже такой, даешь, не знаю, там, логические идеи, а нет, там, никто не поддержит, потому что это стороны оппозиции. Ну, это все-таки за оппозиции проголосовали тоже 40% рижанин. С тех, кто пришел, да. Вот именно, и как бы учитывать эти, ну, как бы интересы этих жителей, мы же говорим не о депутатах, а за ними есть избиратели, мы говорим о людях, и они представляют интересы этих людей, и тоже, ну, надо выслушать, ну, хорошо, если мы думаем иначе, ладно, думаем иначе, ну, как бы выслушать и, ну, продискутировать надо. Да, может быть, еще такой вопрос, связанный вообще с работой в Великой Думе, с будущей коалицией, ну, кто-то обращает внимание, что есть определенные какие-то идеологические противоречия, но, с одной стороны, есть, а, если бы пар и прогрессивные, там либералы и социал-демократы, с другой стороны, есть, не знаю, консерваторы, есть более национальные силы, вы, наверное, так, больше правоцентристы. Вот как, не будет ли здесь каких-то вот таких неразрешимых противоречий? Или для самоуправления это вообще не столь важно? Ну, я думаю, тут, ну, немножко, может быть, в паре пунктов это важно, а в основном, я думаю, что нет. Ну, может быть, проблема в том, что, ну, тут, как бы, ну, нам надо будет очень думать в следующие годы, откуда брать денег, да? Да. Хорошо, если из правительства с помощью европейских денег, да, но все равно придется где-то экономить, и таким большим социализмом, который, может быть, там представляют другие идеологические партии, но там просто не будет денег, чтобы… Это вы точно подметили, потому что, ну, все-таки, если быть объективным, но единство вот таких совсем популистских обещаний не давало, многие давали, там, столько-то зарплаты, столько-то пособий и так далее. Не будет ли действительно проблем с выполнением этих обещаний уже, к примеру, в следующем году? Я думаю, что будет. Ну, в следующем году точно будет. Вы уже упомянули этих 40 миллионов или там, ну, еще до конца не ясно, сколько миллионов, да. Это, ну, мы же видим, сколько нужд, да, тут те же самые мосты, улицы, да, и так далее. Ну, это, ну, очень большие деньги, там, не знаю, можно назвать любую цифру от, не знаю, от 100 миллионов до миллиарда, которые нужны рыжской инфраструктуре, и все будут цифры правильные, да. И, ну, тут, я думаю, что долгие года, наверное, 10 лет подряд нам надо существенные суммы тратить на инфраструктуру. Хорошо, что с 25-го года, как бы, ну, ежегодный платеж за ДНВД Тилтс 50 миллионов освобождается. Ну, это существенная сумма, которой можно будет инвестировать инфраструктуру. Ну, это через 5 лет начнется, да, до этого тоже будет, я так считаю, что нам надо где-то, ну, ну, как бы найти еще тем инвестициям, которые есть, примерно 50 миллионов ежегодно, которых инвестировать в инфраструктуру. Это довольно большие деньги, да. Да. Все-таки вопрос как экономиста, наверное, вот понятно, что кризис, наверное, не самое лучшее время для привлечения инвестиций, но вот все-таки, когда он закончится, вот есть какие-то возможности, не знаю, привлечь какие-то большие проекты в Ригу? Я думаю, есть, и, как бы, подтверждение этому, например, Вильнюс, где очень так активно работает муниципалитет над этими вопросами, там видно, кто был в Вильнюсе, там, ну, сейчас у них такой район небоскрепов, да, очень так продвигается, там находятся офисы, например, Booking.com и так, ну, такие сервисные, ну, скажем, хорошо оплаченные сервисные работы, да, и, ну, у них удалось, в принципе, за 5-10 лет они, они, как бы, это сделали, но я думаю, что это как раз и есть то направление, где Риге надо работать, да, привлекать, вот именно те, ну, как бы, как мы говорим, такие, ну, не умные, а такие умные услуги или такие, ну, гудрия по колпоям. Да, такие фактически умные услуги, да. Вот, например, там, IT или даже медицина, и поскольку у нас есть хороший университет, где учатся врачи, и там много студентов, которых тоже можно, ну, как бы, работодатель, их удить и прилечь на работу к себе и делать, как базу, где можно, не знаю, от Скандинавии пенсионеры приезжать и делать, например, операции для... Да, экспортной медицине, так называемая. Да, я уже встречался с отраслей, и они работают в этом направлении, им нужна помощь, как бы, популяризировать, и там есть другие проблемы. Но это и есть направление, где, ну, где на будущее, я думаю, очень такой большой потенциал именно медицины и услуги медицины. Вот такой последний вопрос. Мы знаем, что совсем недавно был опубликован проект вот этой новой кадастровой стоимости, который вызвал большую тревогу и у рижан тоже, и у бизнеса, потому что если бы этот план вступил, был бы принят, то мы понимаем, что могло бы быть. Даже гостиницы сказали, что какие-то миллионы, им надо было платить в виде налогов, тут бы могло закрыться все. Вот ваш прогноз, чем это все закончится, мы знаем, что есть целых два законопроекта, все ими, одни предлагают заморозить кадастровую стоимость 2023 года, до 26-го предлагают новые консерваторы, которые, по-моему, все это заварили, всю эту кашу. Вот ваш прогноз, вообще, что вы думаете, что будет с налогом на недвижимость? Я думаю, что останется в замороженном состоянии, не знаю, еще несколько лет. И я скажу, почему. Потому что тут нет выхода из этой ситуации. Если, ну, там говорится, как бы, давай поменяем налоговый закон и, как бы, снизим ставку, и тогда все будет примерно так, как сейчас. Но там не берется во внимание одна очень важная деталь. То, что, ну, например, Риге примерно 10% от всех имуществ, ну, как бы, этот... Да, разделенная собственность. Разделенная собственность. И там эта сумма, которая ежемесячно платит за аренду, она, ну, как бы, подведена к тоже этой... Кадастовой стоимости. Кадастовой стоимости. И тут не поможет никакой налоговый закон, потому что этот выпадает из... Сразу выпадает, сразу кадастовой стоимость. И там люди вообще не смогут платить. Ну, вот. И там уже сейчас, например, я знаю, где есть, не знаю, там, например, есть дом или квартира, который там платит, например, 50 евро в месяц. Я подчеркиваю, месяц. Я знаю, что даже есть те, кто 70 платит в месяц. Ну, вот. И тут вырастает, например, 3 раза 200, например, платить в месяц. Ну, это... Как пенсионер заплатит. Это же нереально. Ну, вот, и поэтому то, что надо сделать, сначала надо решить проблему эту, да, и тогда можно продвигаться. А это уже, в принципе, в парламенте нужно решать. Ну, тут, я бы сказал, тоже выход и парламент нужен. Я бы видел направление, что самоуправление могло бы выкупить эту землю и, ну, не знаю, потом за более низкую арендовать, и если жители готовы, то им за такую же цену отдать и продать обратно. Ну, тут нет хорошего выхода, такого гладкого, да. Нет, потому что и собственники земли могут обратиться в конституционный суд, так что там еще... Вот именно, вот именно, да. Так что вот это такие вызовы. Вот, может быть, такой последний вопрос, буквально, ну, учитывая, что все-таки у вас есть опыт работы в самоуправлении, есть, ну, большинство из тех депутатов, которые избраны, в том числе, я думаю, и в коалиции, которые никогда не работали в муниципалитете. Ну, по вашему опыту, сколько времени понадобится, чтобы они вообще вошли в курс дела? Потому что механизм работы достаточно сложный в Рижской думе, и мы знаем, что, с одной стороны, вроде депутаты не освобождены от основной работы, они могут где-то еще работать. С другой стороны, все-таки много времени надо уделять, особенно тем, кто вот будет правящей коалицией, вряд ли они смогут только раз в месяц приходить на работу. Как вам все это видится? Может быть, стоит, я не знаю, это непопулярно, подумать о повышении заработной платы депутатам? Я думаю, что, я бы сказал, год понадобится, чтобы начать что-то понимать. Все-таки год понадобится, да? Да, и год не просто так раз в месяц прийти, а год работать, не знаю, там, каждый день или, ну, ладно, ну, как бы, основную работу. И тогда только что-то понятие. И тут тоже есть разница, но если ты работаешь в позиции, это уже у тебя все-таки больше ответственности, больше надо проходить через документов, и, ну, так очень неинтенсивно. Так что, ну, да, наверное, примерно так. Год все-таки придется, да? Ну, я думаю, что я уже готов с следующего дня работать. Ну, да, после. По-моему, я не считал, но я думаю, что где-то, наверное, одна треть или, может, половина депутатов позиции, наверное, были депутаты, но так точно не считал. Из моей фракции все были либо, нет, у нас есть два депутата новых. Да, остальные все имеют большой опыт. Остальные имеют такой даже опыт министров, депутатов САИМа. Даже депутатов Европарламента? Да, даже депутатов Европарламента. Прямо я был и тем, и другим, и третьим, так что опыт большой. Вот именно, ну, и хорошо, есть генерал Тюзис, да, который, ну, опыт, ну, я не знаю. По крайней мере, в Комитете по безопасности противодействия коррупции он будет, я думаю, на своем месте. Да, вот именно, вот именно. Илон Искельс у нас был в студии, новый избранный депутат из нового единства. Большое спасибо. Спасибо.